Уважаемые коллеги, сегодня у нас расширенное аппаратное совещание. Министерство, как всегда, являлся и будет, я надеюсь, в дальнейшем кузнецей кадров. Сегодня, к сожалению, наш уже бывший коллега, Златыков Идуард Владиславович, с нами. Это на расширенном аппаратном совещании. Нельзя уже сказать, что это его последнее расширенное аппаратное совещание, потому что то расширенное аппаратное совещание он еще не догадывался, что было последнее. Поэтому, уважаемые коллеги, я два слова скажу, пока сидят. Идуард Владиславович, Златыков, многие годы, десятилетия проработал в Кингисепском районе. Очень хорошая карьера, я считаю, получилась Эдуарда. Служил в Советской армии, в Российской армии, работал в банковской сфере. Долгие годы проработал и сделал карьеру в администрации Кингисепского района. Поэтому нам, наверное, всем, не только мне, но всем нам приятно, что Эдуард Владиславович ушел работать. Его пригласили, пригласил губернатора Ленинградской области, работать в правительство Ленинградской области. Возглавил очень серьезный комитет. Хочется, пожелать, чтобы это была, скажем так, не крайняя должность, которую ты займешь в будущем. Ну а многие кингисепции всегда открыты к диалогу. В надежде будем на сотрудничество, плодотворное. Вопросов у нас очень много в разных сферах. Но приятно, что и Иванович Заполадский, и Иванович Салтыков работают в правительстве Ленинградской области. Это значит, что мы здесь не зря в общей земле. Я остаюсь с кингисептом в душе. Надеюсь, что мы еще сделаем совместно с вами очень много добрых дел на кингисептском районе. Получилось так, что больше 12 лет я работал здесь в администрации. Многие со мной хоть прошли вместе, как говорится, с первых моих дней. И я хотел бы выразить слово благодарности за ту работу, кто работал со мной все эти годы. Спасибо. Кингисептская земля – это кузница и в политических кадрах, и в творческих, и в спортивных. Вы видите, что мы эту традицию, как говорится, продолжаем. Иванович Петрович, я знаю очень давно, но работать получилось, так сказать, недолго вместе, непосредственно здесь уже в администрации. Но даже этот небольшой срок еще раз подтвердил то, что человек работает, знает свое дело, работает над тем, чтобы самосовершенствоваться, умеет управлять, умеет, так сказать, принимать грамотные взвешенные решения. Нет такой какой-то горячности, какой-то резкости. Все продумано, все взвешено. Это, конечно, одни из таких положительных качеств любого руководителя. Единственное, что пожелать бы поддержать то, что уже сказал Виктор Ильич, добавить, что действительно мы и рассчитываем на вашу поддержку, на наших интересах. Это правильно, это понятно. Это действительно взаимодействие Кегисепского района и непосредственно правительства Ленинградской области. Мы знаем, что это будут подходы взвешенные, это будут подходы в соответствии с правовыми нормами и действующим законодательством, которые регламентируют вашу деятельность. Депутаты Кегисепского района. Мы желаем вам, Владимир Ильич, успешной инструктивной работы и дальнейшего коренированного роста. Давайте пройдемся традиционно по ситуации в поселениях. Евгений Павлович, общая ситуация. Все жилищно-коммунальные службы в городе и в районе работают стабильно. Сейчас проходит на прошлой неделе международная комиссия в поселениях. Городская и объединенная с районной комиссией у нас намечена на завтра. Это будет первый этап, когда мы по подготовке к зиме заслушаем всех руководителей теплородоснабжающих организаций и жилищных теплородоснабжающих организаций. Остальное все продолжим. Входительный урок по графику. Все подположено. Включат денежные средства в сумме 7 миллионов рублей, которые нам выделили на теплотрассу. Сейчас это комплексная документация. И в течение месяца планируем провести эту работу. Снять у нас последний нарыв в полу теплородоснабжении. На прошлой неделе нам подтвердили 11,5 миллионов рублей в выделении из правительственной программы. Это замена на хвост всех 8 мешалок. Замена на все мешалки. И на стол уже более-менее будет рабочим. В порядке. Вести на пожале. В комиссии по подготовке к адаптиному сезону была достигнута договоренность с теплоснабжающей организацией, что теплоснабжающая организация за свой счет будет устанавливать дополнительные котлы. И на все эти многосердия. Сейчас будет заниматься этим, как проделать эту работу. И в том, что соглашение с Дорожным комитетом на ремонт еще одной дороги за счет экономии фонда средств и сельскохозяйственных. Это будет ремонтировать дорогу в деревне Немного. Идут подготовка к конкурсной документации по программе по старостам, по наружному комитету, по реконструкции тепловых сетей. Подготовка именно к конкурсной документации. Как идет конкурсная процедуры по теплотрассе в Алексеевке и в округе? Прошел конкурсный ремонт кровли дома номер 11 по аварийному еще с 13-го года. Так, составляем еще. В период 15-16-го годов. Виталий Владимирович, я просто хочу доложить вам, что мы готовим сейчас на Совет депутатов пустомерские решения с выходом на губернатора, с просьбой, чтобы нам были выделены деньги из резервного фонда на ремонт этого участка теплотрассы. На прошлой неделе мы закончили ремонт участка дороги по деревне Тома и прошел аукцион по деревне Ветки. Определена уже организация. Приступим на этой неделе уже к заключению договора. За месяц было 19 пожаров. Горело 5 домов, 1 постпостройка, лесных пожаров 10 и 3,20 горело. Такой было 14. Погибших нет, пострадали 17 человек, из них они 3 года. И в пятницу в деревне отборожье, это поселение поселения, ушел мужчина 27-го года рождения, до сих пор и не найден. Валерия Валерьевна в очередной нам раз расскажет об изменениях, ну и в том числе в структуре федеральной кондиционной структуры. С 1 июня произошли штатные изменения в структуре нашего подразделения. С 1 июня 2015 года аннулированы два подразделения. Это УФМС в Кингисепском районе и УФМС в городе Ивангоров. И создано межрайонное отделение номер 1. УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С местом дислокации город Кингисеп, который обслуживает город Ивангоров и Кингисепский район. Оформление паспортов Российской Федерации граждан, регистрация по месту жительства и пребывание. Все остальные услуги перешли на площадку города Кингисепа. Временно на сегодняшний момент, на период всех этих изменений, мы осуществляем выезды по приему документов на заграничные паспорта города Ивангоров. Но это пока процедура временная. И оформление заграничных паспортов принимает заявление в Ивангороде только старого образца. На нового поколения паспорта принимаются уже в городе Кингисеппе. То есть все услуги государственные, которые оказывал Ивангород, это временное проживание, прием документов, фига на жительство, миграционный учет. То есть все услуги на сегодняшний момент в городе Кингисеппе. Прием документов и расписание у нас в принципе прежнее. Сокращение по приему документов и по приему никаких на сегодняшний момент нет. Жители Ивангорода должны приехать в Кингисеппе, получить паспорта здесь. Вы понимаете, что это очень неудобно. Во-первых, вообще я не понимаю, Виктор Иванович, что творится с Ивангородом. Значит, в больницу объединили, жалоб очень много. Значит, пенсионный фонд выводят. Хорошо, мы с пенсионкой договорились, отдали им помещение, пока они вроде до Нового года оставляют пенсионку. Значит, УФМС выводят, ЛАЭС выводит свои подразделения, полностью выбирает свое подразделение. Одиннадцатитысячный город, приграничный город. Что творится, вообще я не понимаю. Какая здесь может быть оптимизация, я не могу понять. Ну, выигрывает, допустим, государство 2 тысячи рублей. Ну, 5 тысяч рублей. Ну, какая оптимизация? Вы хотите, чтобы в городе поднялся какой-то бунт? Мы кто внук? Ну, я не знаю. Я говорю, ну, надо каким-то образом это все уговорить. Я вообще вот не могу понять этого абсолютно. Я, постепенно, вы же не с луны свалились. Вы же понимаете, что вот наши должности не позволяют это регулировать. Мы регулируем парк, канализацию и еще что-то. Давайте обратимся. Я говорю, ну, вообще... Статистин Петрович. Полиция практически не работает в городе. Спрашивают, почему полиция не в бензинах или оптимизация. Это великолепно, это все. Ничего город не потеряет от этого. Ну, потеряет. Когда вот это все процессы шли, и это было открытое обсуждение, говорили об этой оптимизации, надо было тогда это говорить, а не когда уже вагон уехал. То обращение, которое было в Ивангороде на сегодняшний момент, оно не позволяло все это обслуживать. Поэтому все произведено объединение. То есть я даже на сегодняшний момент говорю, 28 документов принято за неделю, но это не тот объем на сегодняшний момент для того, чтобы содержать их. Мы на сегодняшний момент, выезжая туда, в Ивангород, гораздо затрачиваем больше времени, средств. Это и транспорт, и... Ну, и я на сегодняшний момент довела информацию вашу, да, по поводу того, что жители хотят, чтобы мы и выдавали там однозначное решение. Нет. Это была ночная продукция на сегодняшний момент, которую мы не можем ее возить туда-сюда. Вы прекрасно понимаете, у нас нету для обеспечения... Это еще надо сотрудникам полиции для обеспечения была ночной продукции, чтобы сопровождение было. Поэтому, ну, считается, что 22 километра, все-таки это не то расстояние, которое не может позволить гражданам выехать. Утром привозят автобус, приезжая, будет приезжать туда, забирать Ивангородца, привозить в Кингисепп раздеваться, они будут переодеваться здесь в раздевалках, потому что там все продали. Потом этот автобус будет привозить их в Ивангород, доработать. Они поработали, наобед их будут привозить в Кингисепп, они пообедали, поехали опять в Ивангород. Какая оптимизация? О чем мы говорим, я не понимаю. То же самое и вы здесь говорите. Мы будем туда привозить людей, потом увозить обратно. Работает комплекс. И то он уже все, аннулировано все по комплексу. На сегодняшний момент только Москва. Ждем, пока это все передача и перенос дальше обандования. Переписку, решение Совета депутатов. Район, может район и Совет депутатов, пускай присоединяются к этим решениям. Давайте, ну, я абсолютно понимаю, что, конечно, удобный и город, ну, в принципе, ну, скажем так, не растущий, конечно, но перспектива-то Ивангорода есть, поэтому все структуры, если оттуда съедут, тяжеловато-то будет, все-таки тут не наездишься. Я согласен с вашей позиции, я согласен, но мы здесь не решим ее, к сожалению. Вы знаете, что в каких условиях сегодня работает ФМС, наше отделение, и мы с Викторией Валерьевной обратились к губернатору Ленинградской области с просьбой выделить другие помещения, которые принадлежат региону. Нас поддержала Ванна Дочиславовна Рождественская, и в данный момент уже заключен договор, ФМС будет переезжать в ПЛ-18, где у нас СКИБДД, там вот какой-то тоже уже получается, у нас почти что МФЦ. Мы создадим сейчас, у нас стоит между, с Викторией Валерьевной стоит задача сделать нормальный ремонт в этом помещении. Район тоже помогает преодолеть эти трудности, понимаем, что не все получится, если ждать только от федеральных структур. Вот поэтому надеемся, что Виктория Валерьевна нас скоро приносит на новоселье. На сегодняшний день все дороги, которые у нас есть, в районе составляют 160 километров, имеется в виду дороги, обслуживаемые, в Севского ДСУ, которые дорог поселены, в том числе 427 километров, с бетонным покрытием 100 километров с единочного покрытия и 32 километра грунтового покрытия. На сегодняшний день, в рамках контракта на содержание региональных дорог, выполнены следующие объемы работы. Устранение деформации и повреждения бетонного покрытия машинами БЦМ 1600 квадратных метров, устранение деформации и повреждения бетонного покрытия с применением бетонной эмульсии более 9 тысяч километров. В прошлом году мы сделали пояски 25 тысяч за весь сезон, то есть получается, что за начало сезона мы сделали почти половину уже из того объема, который был в прошлом. В том числе, еще помимо этого, сделано восстановление изношенных бетонных слоев асфальтно-детонных покрытий с применением асфальтового плача как картами от 25 метров квадратных и выше. По дороге до Машова-городища 6600 квадратных метров. По дороге подъезд поселка Усть-Луга 6200 квадратных метров. Итого 12800 квадратных метров асфальта уже уложено. Также проведена замена и установка новых дорожных знаков в количестве 118 штук. Выполнена покраска павильонов металлического барьерного покрытия по ограждению паребрика. Разведена уборка стихийных свалок более 140 квадратных метров мусора выведена. При разработке конкурсной документации стадии АП проходит проект экспертизы. Рабочая документация уже осуществляет разработку подрядчика, которая выходит на работу. Эта работа тоже оценивается. В целом контракт на память оценивается в 120 миллионов рублей. Часть из них идет на такие сопутствующие работы. В других районах в разы больше ведется дорожное строительство, чем у нас. Где экономика больше всего развивается в Леградской области? Где интенсивность транспорта идет? Ну, в той части нагрузка строящиеся объекты и все остальное. И в Севском районе неадекватно. На весах неадекватно это все. Поэтому прошу сконцентрироваться, выполнить работу подготовительную для беседы с губернатором. И приложить сравнительную таблицу, что делается в других районах. Она не секретная. Хочу обратиться, в первую очередь, конечно, главным поселением. Обязанность у нас по содержанию подъездов и обеспечению наружными сооружениями для забора воды прописана в многих загадательных актах. Прописано в 131-м законе общих принципах самоуправления о том, что мы обязаны обеспечивать вопросом местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рейсах и пунктах поселения. Что такое первичные мер пожарной безопасности? Насдается расшифровка в 123-й федеральном законе технические регламенты обыльной пожарной безопасности. В 63-й статье написано, что также первичные мер пожарной безопасности относятся содержание в сравнении подъезда к водоему пожарной. То есть у нас поселение достаточно обеспечено водой, но, к сожалению, часто пожарные автомобили не могут забрать воду, хотя казалось бы вот она. И это порой приводит к тому, что пожары затягиваются и наносится более значимый урон имуществу людей. Инвестиционная программа по Кингисепскому району в 2015 году по ОАО Ленэнерго. Радостная новость в том, что на начало года, когда мы вместе встречались, изначально инвестиционная программа по Кингисепскому району оценивалась в районе 25 миллионов рублей. Значит, буквально на прошлой неделе была утверждена новая программа с учетом той работы, которую проделали наши руководители на уровне правительства и на уровне президента Российской Федерации. И по результатам была утверждена новая программа, которая сейчас уже составляет порядка 117 миллионов рублей. По нашему району? Да, именно по Кингисепскому району. И адресом будет все есть. Значит, я ставлю, если нужно, для сельских поселений, но могу вкратце пробежаться. Допустим, Большорудское сельское поселение это населенные пункты Большой Луцк, Мановка, Пугово, Инселон-Куркингисепске, Вистинское, Валяницы, Коскалово, Залесие, Котельское это Бабино, Великино, Велькота, Караваева, Горлетино, Нарядово, Пилово, Кумалицы, Котельский и СНТ Журавушка. Узенкинское сельское поселение Винитюля, Волково, Кейкино, Саркюля. Нежновское сельское поселение Палово, Урмизно, Апольевское это Керстово, Кили, Путы, Новись, Аполье, Тикопись, Алексеевка, СНТ Энергетик, Пустомерская, Лена, Недолблицы, Сягло, Юрки, СНТ, Юрки, Малая Пустомерская, Большая Пустомерская, Сушька сельское поселение Конного, Услуга, Квартал Остров, Судоверь, Килийское сельское поселение Домашово. Это те объекты, которые гарантированы в этом году, по ним выделены финансирование и будут проведены Я вот сейчас услышала МС-программу на 15-й год, по фолилейскому поселению услышала только Домашово. А куда делись? Кайбалово, которое было до этого, Горка, Фолилеево, Радщина, часть, которые уже проекты были согласованы, подписаны. С 13-го года тянется этот процесс. В 15-й все понятно. А старые деревни? А старые, которые у нас были в прошлом году, в которых договора у нас были заключены с подрядчиками, мы их не расторгаем. Ну и делаться пока не делаем. Я вам так, давайте так, по секрету скажу, что мы их не расторгаем, а оставляем для того, чтобы у нас заключены были контракты именно с теми подрядчиками, которые готовы работать. Когда начинают обращаться в Уфас и тому же, на мой группе свои штрафы, то, соответственно, в программу попадают те, которые обращают. То есть, или вас ждет, а не тем, кто жалуется куда-то. Это я вам озвучил в первую очередь все деревни, которые жалуются, в котором есть определенное решение. Я этого не скрываю. Выверить, вас уже, Юрий Петрович, прошу это выверить, выверить конкретно с каждым поселением и сделать это. Это важно для Ленинградской области, для нас. Согласен. Поэтому вопрос, это как раз был третий вопрос, который я хотел озвучить и по которому для того, чтобы та работа, которая у нас будет идти в перспективе, частью того, что появляются новые участки, ЖС, седоводство, которые выделяется земля, поэтому мы подготовили вот письмо на ваше имя, я себя вам сразу передам. Здесь прошу провести совещание совместно с главами, то есть поясню, вручную работать тяжело, тем более, когда, мы будем говорить, в том числе и напряжение у нас бывает низкое, согласен, особенно, когда в выходные приезжают, в то же время там работа, ремонт там должна производиться, все это хорошо, поэтому мы хотим сделать совместную базу, то есть наши линии и ваши многосельские поселения детализации по деревням, чтобы это все нанести в электронную базу и дальше можно будет даже совместно ей пользоваться.